перед установкой контроллера я его сначала немного доработаю тем самым увеличу мощность контроллера на 20-25% что по итогу даст чуть больше мотору мощность разберу контроллер выкрутив 10 винтов по 5 с каждой стороны все винты выкручены, можно снять крышку корпуса контроллера она точно закреплена на термоклей, поэтому поддену ее шлицевой отверткой вот так выглядит контроллер внутри а вот эти мосфеты открывают и закрывают подачу тока на фазы мотора в контроллере стоят конденсаторы на 63 вольта поэтому желательно не превышать этот вольтаж чтобы вытащить плату из корпуса нужно также выкрутить винты с площадками которые прижимают мосфеты к корпусу по сути весь корпус выступает как радиатор готово, теперь можно вынуть плату вот этот термоскотч служит изолятором между мосфетами и корпусом при желании его можно заменить на термопрокладки у меня их нет, поэтому оставлю термоскотч итак, для увеличения мощности нужно немного залудить вот эти шунты с обоих сторон примерно на 3 мм а также усилить силовые дорожки с обоих сторон для этого понадобится паяльник и немного припоя сначала заложу шунты получилось чуть больше чем требовалось, но это не страшно для усиления дорожек я впаяю вот такой медный провод толщиной чуть больше миллиметра при впаивании надо постараться, чтобы провод максимально плотно находился заводским так как в корпусе небольшое расстояние от него если провод будет касаться корпуса, произойдет замыкание и могут выгореть мосфеты вот так у меня получилось если кому интересно вот такие мосфеты в этом контроллере и вот такие конденсаторы с другой стороны также усилил дорожку медным проводом предварительно решил проверить не замыкает ли где дорожка к корпусу я обнаружил что корпус покрыт каким-то диэлектрическим составом возможно лаком, только при существенном нажатии на щупы происходит замыкание щупов готово, можно собирать контроллер и устанавливать предварительно проверить не повредил ли контроллер при доработках все хорошо контроллер работает и справа лаком то есть